По состоянию на 27 апреля Центром гигиены и эпидемиологии Ямал-Нейско-Автономного округа подтверждено 27 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего 375. Выздоровели от коронавируса 70 человек. В целом, 27 апреля в населенных пунктах Янау подтверждено 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего 156, выздоровело 60 человек. В стационарах лечения проходят 108. Один пациент. Амбулаторно в режиме строгой изоляции лечения проходят 196 заболевших. Из госпитализированных в данный момент 9 пациентов находятся в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии. Все они на поддержке аппаратов искусственной вентиляции легких. Состояние большинства пациентов, лечащихся в стационаре, врачи расценивают как удовлетворительное или средней тяжести. Медики Ямала к каждому случаю пневмонии подходят с эпидемиологической настороженностью в отношении COVID-19 и проводят диагностику и лечение в соответствии с рекомендациями Минздрава Российской Федерации по лечению новой коронавирусной инфекции. В Ямальском районе ежедневно проходят рейды по выявлению несовершеннолетних, нарушающих режим самоизоляции. В составе группы представители комиссии по делам несовершеннолетних и соответствующего отдела ОМВД, педагоги и общественники. Главное внимание нацелено на места скопления детей, детские площадки, бульвары, магазины. Наша съемочная группа присоединилась к такому рейду в минувшую пятницу. Возможно, причина в плохой погоде или в осведомленности родителей о ежедневных проверках, но в ходе осмотра улиц праздногуляющих несовершеннолетних обнаружено не было. За редким исключением по уважительной причине. Ситуация какая? Мы сейчас прошли несколько улиц и, слава богу, мы не заметили большого скопления людей, а детей мы встретили всего лишь несколько раз и то уважительные причины были у детишек. Поэтому пока ситуация хорошая в этом плане и надеюсь, что так и дальше будет продолжаться. Режим самоизоляции никто не отменял и надо беречь себя и особенно своих детей. По официальной информации, такие рейды продлятся вплоть до 11 мая. Будет или нет после праздников снят режим повышенной готовности, пока неизвестно. Но в любом случае, стоит быть бдительными и не посещать без надобности улицу самим, а также ограничить от этого своих детей. В Ямальской школе на днях завершились сборы и доставка предпоследнего продуктового набора для школьников. Рабочий процесс по упаковке таких комплектов происходит еженедельно. Каждый раз сотрудники школы стараются в минимальные сроки выполнить эту работу, чтобы в выходные каждый такой набор попал в руки адресатам. Работа эта непростая и начинается с элементарной, но тоже довольно непростой задачи – собрать несколько сотен картонных коробок. Только после этого начинается компоновка. Выглядит укладка в таких грандиозных масштабах впечатляющим. Количество людей мы стараемся привлекать сюда минимальное, потому что режим самоизоляции – это именно люди, давшие согласие. Сейчас вы видите, по сути дела, мы вчера, это несколько дней идет этот процесс. У нас остались единичные случаи, то есть добавить какие-то отдельные, назовем так их, ингредиенты этого набора. Завтра утром мы закрываем и уже у нас мы привлекаем также автомобили. Завтра с 8.20 начнется выгрузка и развоз. Чтобы укомплектовать 822 продуктовых набора, сотрудникам Ямальской школы понадобилось 4 дня. Еще целый день уйдет на то, чтобы все эти продукты развести получателям. Каждая коробка укомплектована не только продуктами первой необходимости, которые нужны, это там тушенка, например, какие-то сыпучие продукты, макароны, но и вкусняшки, сладости, которые очень любят дети. Мы постарались, тоже внесли свою лепту, постарались предложить свой набор, который нам утвердили. Как вы видите, здесь есть все и молочная продукция, и сыр, и наша тушенка, ямальские олени, и масло, и печенье. Этот набор мы сформировали сейчас на две недели. В отличие от продуктовых наборов в других регионах, ямальские школы, несмотря на колоссальные трудности с доставкой скоро портящихся продуктов, не боятся их добавлять в комплект. По словам директора, большое спасибо стоит сказать поставщикам, которые, несмотря на все трудности с доставкой и вообще нетипичную ситуацию по срокам, не только не нарушают их, но и не завышают цены, придерживаясь тех условий, которые были изначально прописаны в договорах. Коробки с фирменной наклейкой «Школьнику Ямала» стали долгожданным подарком в каждый дом, где есть дети. Следующий комплект включит в себя набор продуктов на три недели, так что родителям придется подключить соседей, чтобы донести такие увесистые коробки до квартиры. Учитывая сложную обстановку, связанную с распространением во всем мире новой коронавирусной инфекции, окружным департаментом молодежной политики и туризма, принято решение об отмене выезда в детский групп на первые смены в летние лагеря, расположенные на территории России, а также на первую и вторую смены лагеря «Ямав» в Болгарии. Всего в летний период этого года было запланировано направить на отдых за пределы региона свыше 7 тысяч человек. Отменены на сегодняшний день выезды 2387 человек. Всего мы отменяем 10 смен в лагере Ахтеменской области, там у нас три лагеря Крыма, Сочи, Геленджика, Кронштадта, Кургана и Республики Болгарии. Там мы отменяем сразу две смены. Это связано с тем, что необходимо детям успеть получить визу и сегодня, к сожалению, в июне месяце точно не представляется возможным. Понимая важное значение, необходимость обеспечения детей молодежи «Ямала» отдыхом и досугом на летних каникулах, ведется работа по обеспечению возможности частичного переноса отмененных мест, где это возможно, и дополнительной закупки мест детского лагеря России на последующие смены. Также прорабатывается вопрос организации краткосрочных форм отдыха на территории региона, в том числе с использованием онлайн-технологий. Кроме того, нами просматриваются и уже, в принципе, успешно пробированы онлайн-формы детского отдыха. Так, в настоящее время проходит вторая смена онлайн-лагеря на крайнем сервере, который, в принципе, признан успешной практикой даже на уровне страны. Мы видим, какой ажиотажный спрос у наших детей на такую форму отдыха. Вся актуальная информация о принятых решениях оперативно размещается на сайте Департамента молодежной политики и туризма ЯНАО и на портале молцентр.ру, а также на медиаканале ЯМОВА в соцсетях. Ямал, как и вся страна, готовится к главному празднику – Дню Великой Победы. Несмотря на ограничительные меры, на Ямале стартует социальная акция «Победа Ямал-2020». Округ формирует свои победные ямальские полки с числа героев, память о которых хранят северяне. Всех жителей округа организаторы приглашают к участию. Для этого необходимо зайти на сайт победа-ямал.рф, рассказать историю своего героя, прикрепить его фотографию. 9 мая на официальном сайте акции в эфире окружного и муниципальных телеканалов будет выстроен Ямальский победный полк. Все смогут увидеть героев-победителей, память о которых бережно хранят ямальцы. Фотографии северяна, историю их подвига смогут увидеть и прочитать все желающие. В весенний период у домашних животных могут начаться обострения различных заболеваний ввиду того, что ослабевает их иммунитет. Особенно подвержены этому те питомцы, которые не получили своевременную прививку. Одним из самых опасных заболеваний, которым могут заразиться и собаки, и кошки, является бешенство. Эта инфекция представляет огромную опасность также и для владельцев, поэтому не стоит забывать о важности вакцинации. Прививки ставятся ежегодно. Каждому животному нужно пройти курс прививок. Это получается раз в год. Обязательно. Обязательно идет против бешенства прививка. Это идет обязательная прививка. Она идет бесплатная. Остальные все прививки, если взять, например, собак, получаются прививки те же самые против чумы и энтерита комплексные. Они являются платными. Стоит отметить, что за 10 дней до вакцинации необходимо провести домашнему любимцу курс дегельминтизации. В противном случае, если в организме животного есть гельминты, вакцина может не только не оказать должного действия, но и усугубит его состояние здоровья. В связи с введением режима самоизоляции в работе ветеринарной клиники есть небольшие изменения. Для того, чтобы попасть питомцам на прием, необходимо в первую половину дня посвонить по номеру 30119 и записаться у специалистов на процедуры.